Пассажирская навигация открылась в Алтайском крае. До 4 сентября жители и гости региона могут воспользоваться речным транспортом. В Барнауле теплоходы будут ходить по уже привычным маршрутам до Бобровки, Расказихи и села Кокуйского. Все они социально значимые, сообщили в Минтрансе региона. Заместитель главы ведомства Дмитрий Коровин рассказал, что несмотря на рост пассажиропотока, сегодня заниматься перевозками людей по АБИ невыгодно. Половину от стоимости билета перевозчикам компенсируют из бюджета региона. В 2022 году субсидия составила 11 миллионов рублей. Коровин подчеркнул, что более перспективными на сегодняшний день являются туристические маршруты. Если вы, допустим, решите дойти до Камня на АБИ, то вам порядка суток понадобится. Есть идеи, есть наработки закольцевать маршруты, связанные с Рождественским, с Калашниковым, с Музеем Чуйского тракта. Но пока реализации такой нет. В целом в России наблюдается рост интереса к водному туризму. Спрос на круизы заметен по количеству бронирований. Особенно популярны туры по европейской части России, по Сибири, а Байкал уже можно назвать круизным регионом. Однако для развития водного туризма на Алтае потребуется новая техника. По словам Дмитрия Коровина, имеющийся речной флот в регионе выпущен еще в начале 80-х годов. И пока обновлений не предвидится. Галина Юмашева, Анастасия Войцеховская, Бизнес-ФМ Барнаул.